Значит, мы с вами занимаемся исследованием угроза. Ну, напомню, что это угрознение часто помогает при укусании гидродинамических средств с такой вязкостью. Ну, давайте его вспомним, значит, ну, давайте его вот так напишем Vt, да, значит, производная по скорости времени, и я пишу в одномерном случае Vx, и равно, вот я не помню, но здесь мы U вроде писали, да, вот, в начале. U Vx, вторая производная, значит, U это константа от реации, это ясность. Ну, и мы рассматриваем, значит, стационарные волны, описываем ее этим уравнением, то есть считаем, что V у нас является функцией АКСИ, АКСИ это X-ТР, так. Ну, и сверим мы это уравнение вот к такому виду. Ну, V с двумя штишками, значит, так, давайте, так, запишем вот так, пробочки раскроем, V в квадрате минус цена АКСИ. Вот так, значит, где стрих означает производную токсинку. Ну, и вот, значит, тут опять видна механическая аналогия какая-то, мы о ней говорили, значит, а теперь давайте найдем решения этого уравнения, соответствующие следующим граничным условиям. То есть считаем, что у нас V, значит, при X стремящемся к минус бесконечности, это V, значит, V стремящемся к минус бесконечности, это V2. Ну, то есть, как видим, у нас с разных сторон, да, то есть волна распространяется, ну, допустим, из минус бесконечности в плюс бесконечность, да, и с разных сторон у нас, значит, разные значения скорости, то есть мы должны иметь такой перегиб, да, который, значит, от одного граничного условия приводит к другому граничному условию. Ну, давайте теперь решим, найдем явный вид таких волнов. Ну, что тут можно сделать? Напрашивается взять да проинтегрировать просто, да, вот это уравнение. Значит, один раз интегрируем, получаем вот что, значит, минус V' в квадрате по полам, да, равно V в квадрате по полам, а значит, а минус c на V и плюс А на станции G. Ну, понизили порядок. будем также, кроме граммичных условий, определим класс функций, в которых мы будем работать. Будем считать, что эти функции V такие, что их первые производные на плюс-минус бесконечности равны ну. Ну и тогда мы можем воспользоваться граничными условиями и найти константы c и a. У нас, по сути дела, здесь две неизвестные постоянно. Одна из них c – это скорость. Ну и вот еще постоянное интегрирование a. Берем первое граничное условие, то есть x устремляем в плюс бесконечности. Значит, вот этот член с ну исчезает, и мы получаем такое уравнение. v1 в квадрате, да, это на плюс бесконечности пополам, минус cv1 плюс a, возьмем нулю. Значит, и второе уравнение вот такое, v2 в квадрате пополам, минус cv2 плюс a в 1. Вот эта система уравнение относительно c и a. Из этой системы мы должны найти скорость и константы интегрирования a. Ну давайте решать. Запишем это вот таким образом. a – c, так вот, v1, c равно минус v1 в квадрате пополам. a – v2, c равно минус v2 в квадрате пополам. Вот система уравнений. Это линейные уравнения. Ну и эту систему можно решать по-всякому. Ну давайте методом Краймера решим, да. Помните такое? То есть считаем главный определитель. Это вот коэффициенты при a и c. Значит, 1 – v1, 1 – v2. Значит, это будет у нас v1 – v2, да. v1 – v2. Дальше. Ну давайте Δ, Δа, допустим. Δа – значит определитель, когда мы заменяем коэффициенты при a вот этими свободными членами. то есть это будет минус v1 в квадрате пополам, минус v2 в квадрате пополам. А здесь, значит, минус v1, минус v2. Что тут получается? Ну 1, 2 – общий множитель. v1, v2 – общий множитель, да. Значит, v1, v2 пополам, общий множитель. В скобочках остается v2 минус v1, да. v1, нет. Да, v1 минус v2. В скобочках остается в квадрате пополам. Ну и, значит, еще один определитель – это когда мы заменяем коэффициент при c на свободные члена. Значит, это тесто c – 1, 1, значит, минус v2 в квадрате пополам, минус v2 в квадрате пополам. Значит, ну это 1, 2, v1 в квадрате минус v2 в квадрате, да. Значит, мы можем это записать вот так, 1, 2. Это разность квадрата, да. Значит, v1, значит, минус в квадрате. И наоборот, v1, минус v2, и наоборот, v2, 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 v2. Ну вот. Ну и, соответственно, находим решение. Значит, а равно, это дельта, а поделить на дельта, значит, что это такое, v1 на v2 попало, да, и c равно, это дельта, c поделить на дельта, значит, это v1 плюс v2 попало, v1 плюс v2 попало, вот, кстати, обратите внимание, мы нашли скорость нашей волны, при заданных граничных скориях, она определяется как раз вот этими граничными значениями, v1, v2, и является их полусумной, полусумной, средней. Ну, вот, такая ситуация типична для гидродинамических вот таких перегибов, а они называются такого типа перегибы, гидродинамики ударными волнами, ударными волнами, ну, там, с разными словами, там, сильные, слабые, но, тем не менее, это вот все ударные волны. И вот эта формула, тоже, как бы, знаменитая формула, у нее даже есть свое название, значит, это формула Пиугонио-Лёвскими. 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 Значит, вот мы нашли скорость данной волны. Ну, теперь мы можем с вами, значит, когда А и С известны, их подставить вот сюда и решить вот это уравнение. Ну, вот, поскольку мы нашли А и С, вот они у нас перед глазами, нам легко догадаться, на что у нас превратится правая часть. Вот при таком вот С и при таком А. Вспоминайте школьную математику. Вот V1 и V2, тут у нас квадратная путь, да, тут квадратный многочлен стоит, да. Значит, вот с такими коэффициентами. Формула Виетта. Конечно, совершенно верно. Формула Виетта. А С V1, V2 – это просто корни, да. Корни, значит, вот это вот, если к нулю приравняли, да, получили бы квадратное уравнение, так вот корни этого квадратного уравнения. Итак, значит, мы можем тогда записать. После подстановки у нас получается вот что. Это минус V' равно 1,2, это общий множитель везде, да. А то, что остается, мы разлагаем как произведение вот таких скобок, значит, V-V1, да, так и V-V2. Сколько V1 и V2 – это корни соответствующего квадратного уравнения. Ну, а теперь вот это уравнение уже легко интегрируется. Значит, это уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. Значит, производная трих – это D по D кси. Что тут 2 мин будет, да, равно V, V минус V. Ну, и дальше просто интегрируем эти части. Ну, и интеграл в правой части как разбить на простые дроби, да. Значит, давайте вот так его запишем. Значит, вот единица. Так, давайте, поскольку у нас вот такие граничные условия, считаем для определенности, что V у нас меньше, чем V2 и больше, чем V1. И больше либо равно. В общем, знак равится на бесконечности. И тогда, значит, если требовать, чтоб множитель был положителем, тогда будет единица V2 минус V1. Значит, а в скобочках будет вот что. В интеграла один из них Dv надо поделить на V минус V2 минус интеграл Dv поделить на V минус V2. Согласны, да? Согласны, да? Ну, в общем, к знаменателю приводим, и как раз вот получаем такой дроби, да. Числитель V2 с плюсом минус V1 сокращается. Ну, а эти интегралы, значит, хорошо вычисляются. Ну, давайте, значит, слева у нас стоит минус V1. Ну, давайте, константы интегрирования обозначим минус V2 деленное на 2 минус V2. Просто обозначили так, константы интегрирования. Итак, здесь у нас единица на V2 минус V1 на логарифм. Ну, давайте модули сразу уберем. Значит, под логарифм должно быть неотрицательное число. Значит, это V2 минус V в числителе, а в доминателе V минус V. Там много логарифма. Ну, вот, можно это выражение записать вот так. Значит, ввести дельта. Ну, дельта у нас уже есть, но вот здесь... Это не так, конечно, дельта, которая была. Вот. Перечисление пределителя. Значит, которая равна, значит, 2 μ V2 минус V1. Ну, как мы увидим, это просто характерный размер нашего возмущения. Характерный размер, на котором исходит перегиб волны. И тогда у нас, значит, проучится так. C минус C0, да, поделить на дельта, равно логарифму вот этому V2 минус V1. Вот, можно, давайте еще сразу пропотенцируем, значит, экспонента, да? E в степени V2 минус V1. Мы решаем это уравнение относительно V. Так, относительно V. Ну, умножаем и переносим V2, да, значит, будет 1 плюс V2, с вами от меня помню синий и пищесень. Синий и пищесень. Дельта. Да, на В. Ровно. Значит. Ровно... Так, только я тут, например, V1 забыл, да? Перемножаем Перед экспонентом будет V1 В1, да? В1, да? Что? Так, ну хорошо, давайте Начинаем Вот что-то Значит V минус V1 на левке и на левке на дырку в равно V 2 минус B Значит Да да V2 минус V Значит да Значит ну да то есть V V 8 значит 4 минус 7 минус плюс E там да E в степени в степени минус 7 на дырку в степени минус 7 на дырку и на дырку в степени 1 на дырку плюс E в степени Вот это решение, соответствующее нароженным граничным условиям. Давайте его анализировать. Во-первых, проверяем, действительно ли у нас все правильно, то есть удовлетворяет ли это решение граничным условиям. Действительно видим, что когда мы устремляем Кси плюс бесконечности, у нас экспоненты становятся большими, и они съедают вот эти константы. Мы получаем В1, В1 деленное на 1. Экспоненты сокращаются, мы получаем В1. Ну и наоборот, когда Кси мы устремляем к минус бесконечности, экспоненты у нас маленькие, вот эти члены с экспонентами принимаем режимы малы, и мы получаем В равное В2. Граничным условиям удовлетворяются, и мы можем нарисовать график нашего мужчины, нашего мужчины. В, ну давайте Кси сначала, да? Откладываем В1, да, В1 маленькая, и большое В2. Ну там точку Кси 0 можно условно считать таким центром, да, нашего возмущения. Ну и тут вот, значит, на ней происходит перегиб вот такой. А характерный масштаб этого перегиба – это как раз вот масштаб, на котором экспонент спадает, да? Это как раз Дель. Значит, это вот, ну и вот это пример ударной волны. То есть ударная волна – это перегиб. Ну и такого же типа волны тоже перегиба. Ну мы, правда, там явное выражение для них не получали, но получали на прошлое лекции, когда анализировали волны при активном объявлении при стабильных средах. Вот, тоже перегиб. Ну я еще про эту аналогию немножко расскажу. Теперь, ну давайте так. Хорошо, а вот если бы мы тут выбрали не ось в качестве одной из осей аних Си, то что бы у нас происходило с такой волной? Совершенно верно. Двигалась со скоростью С, которая равна полусумме, да? В1 плюс В2. То есть это вот такое возмущение движущегося, значит, в тетрадинамической среде, да? Ну и, кстати, ударные волны, если уж про них говорить, довольно часто встречаются в физике там. Ну, например, можно считать там началом ударной волны, да? Вот, когда молния бьет, да, вот сильный флакок, вот это такой резкий перепад давлений, скажем, да, резкий перепад скоростей – это вот ударная волна. В принципе, ударные волны возникают практически во всех средах, там включая космические, биологические ткани человека и так далее, и так далее. Вот, то есть это достаточно типичный вид волновых возмущений. Так, давайте теперь посмотрим на дельта поподробнее, да? Ну, дельта у нас тоже определяется с одной стороны разностью между начальным и конечным состоянием, да? Чем эта разность меньше, тем дельта больше, наоборот, да? А с другой стороны эта дельта определяется вязкостью, да? Ну, это такая вязкость к единице плотности. Значит, что будет, да, ну и чем меньше вязкость, да, тем меньше дельта? Что будет, если мы ню стримим к нулю? Ну, очевидно, что граничные условия у нас никуда не деваются при этом, они остаются вот такими. А дельта при уменьшении ню уменьшается, да? То есть уменьшается вот эта вот область передвига, да? Значит, когда ню стремится к нулю, мы получим просто скачок на фроте волны. Значит, вот такое вот. Вот здесь, скажем, там V1. Давайте для простоты в начале координат мы можем там всегда там начальными фазами выбрать. Значит, вот так. Здесь V2. Наоборот, V2. А здесь V2. А здесь V2. А здесь V2. Значит, вот так. Ну, и, опять же, скорость Х. Скорость при этом не изменилась, да? Она от ню никак не зависит. Она по-прежнему равна той сумме. Вот. Но здесь мы получили просто скачок на фроте волны. И, кстати, если мы, значит, полагаем ню равным нулю просто, да? Ню равным нулю. То уравнение у нас, уравнение югерса, да? То есть в правой части здесь, где ню стоит, будет стоять 0. И вот это уравнение уже, как бы, ну, с одной стороны более простое, чем уравнение югерса, но с другой стороны оно не менее содержательно. И это уравнение называется уравнением Риммана-Хопфа. Значит, и анализом его мы сейчас займёмся, поскольку анализ этого уравнения нам позволяет в чистом виде понять, к чему приводит вот эта гидродинамическая нелинейность, да? То есть здесь есть эволюция во времени, первый член описывает эволюцию во времени, а второй член описывает в чистом виде гидродинамическую нелинейность. И вот мы сейчас поймём, к чему эта гидродинамическая нелинейность приводит, как она вообще сказывается на образовании вот таких разрывов, как такие разрывы, в принципе, могут образовываться из какого-то начального возмущения. Ну, прежде чем это сделать, вот я хочу просто отметить без подробностей, но как же вот, чтобы вы знали, вот если мы рассмотрим, вернёмся к уравнению Билгерса, вот к этому, вот это уравнение нелинейное, да, за счёт гидродинамической нелинейности, но его можно свести к линейному с помощью так называемой подстановки Коула-Хопфа. Значит, она состоит вот в чём. Мы вместо функции В вводим в некую другую функцию, значит, Пси, которая связана с В вот такой формулой. Это значит, минус, два, минус, д ввода и ввода и ввода и ввода и ввода и ввода и ввода. Если у нас там все преобразования, ну, достаточно просты, то мы получим для Пси такое уравнение. Пси по Т равно мюм Пси и Пси. Ну, предлагаю вам на досуге самим это проверить. А это что за уравнение? Это уравнение теплопробовки. Ну да, ну диффузии, которые вчера, вернее, в прошлый раз, вот это то самое, только вот здесь ещё там нелинейный член писали, а вот если нелинейность отбросить, то получаем линейное уравнение диффузии. Поэтому на самом деле, значит, уравнение Бюргерса, оно такое псевдонелинейное, да? То есть вот оно сводится с помощью подстановки Коула-Хопфа к линейному уровню. Ну и как бы тут тогда сразу понятно, что там всякие аналогии между вот этими гонами становятся вполне понятны. Ну ладно, а теперь давайте мы пойдём дальше и, значит, параграф следующий посвятим анализу уравнения Риммана, да? Итак, рассмотрим теперь случай, когда у нас вязкость вообще отсутствует, и мы тогда получаем вот такое простейшее уравнение. Ну в связи с этим уравнением давайте поговорим об интегралах движения, значит, уравнение в частных происходах. Поступим следующим образом. Умножим обе части этого уравнения, ну, скажем так, на V в степени N. Мы будем считать, что N у нас принимает значение 2, 3 и так далее. И будем работать опять в классе функций, теперь где уже не только производные от V спадают на бесконечность, но и сама функция V спадает на бесконечность. То есть V в степени, ну, вернее так, V спадает на B. С спадает мы будем производную по х обозначать вот так. С спадает производная по х от функции V. на плюс-минус бесконечности равна нулю, где s принимает значение 0, 1, 2 и так далее нулевая производная соответствует тому, что сама функция v спадает на бесконечность нулевая производная это сама функция v ну и так, и тогда, значит, после умножения уравнения Риммана на вот эту v в степени мы возьмем и еще проинтегрируемую часть значит, получим интеграл от минус бесконечности до бесконечности v в степени m-1, значит, v по t dx плюс интеграл от минус бесконечности до бесконечности v в степени m, значит, v в степени m, v в x, так, совершенно верно вот, совершенно верно ну, сейчас вот давайте вторым интегралом озаботимся и пойдем на перерывы значит, второй интеграл легко преобразуется, поскольку v в степени n, значит, v в x это d по dx от чего? от v в степени n плюс 1 на n плюс 1, да? согласны? ну и тогда, вот этот интеграл будет равен интегралу, значит, от минус бесконечности до бесконечности ну, там, даже что надо интеграла мы можем сразу проинтегрировать, да? значит, это будет просто v в степени, значит, n плюс 1 на n плюс 1 на пределах интегрирования что равно нулю в силу ну, а первый интеграл давайте просто... ну, в результате остается вот, да? ну, давайте посмотрим теперь на первое слагаемое значит, n можем это слагаемое, то есть, v в степени n в степени v по t частная производная, да? записать как частная производная d по dt от v в степени n, да? деленное на n деленное на n можно в результате не существо ну, да, вот так дальше переменные x и t у нас независимый перемен значит, вот эта вот частная производная тогда может быть вынесена из-под знака интеграл интеграл поскольку переменные x и t независимы ну и тогда... да, а интеграл у нас по x он причем в конечных пределах и следовательно вот этот весь интеграл от x уже не зависит и тогда вот эта частная производная превращается в полную производную по времени вот интеграл поскольку интеграл от x не зависит и зависит только от времени значит, мы можем тогда записать вот так это угрожение ну там на ниц и на n давайте вообще вынесем выбрал от минус бесконечности до бесконечности v в степени n до x равном u а значит ну там на n сокращаем на 1, на n сокращаем если производная от времени равна нулю от какого-то выражения производная по времени равна нулю то само это выражение да, вы задавайте ну там i, n обозначим вот это с интеграммой в степени правильного стати то есть вот такой интеграл у нас сохраняется в процессе движения в процессе распространения возмущения описываемого исходным уравнением и монофоном это и есть интеграл движения да, интеграл движения и верно это интеграл движения и монофон как видим это уравнение допускает бесконечное количество интегралов движения ну я вот тут скажем так погорячился выбрав m начиная с двойки тут можно m выбрать начиная с единицы да давайте вернемся с единиц 1 2 понятно что все эти лишь бы мы не делили да потому что когда начинаем делить там всякие логарифмы возникают это уже нехорошо а вот с единицы можно начать значит то есть бесконечное количество интегралов движений значит это у нас понимает значение 1 2 давайте как раз рассмотрим первый интеграл i1 это вот такой интеграл v dx кто из себя представляет такой интеграл значит если мы рассмотрим график v от x фиксированный момент времени да вот это локализованное возмущение поскольку v спадает на бесконечность со всеми произволами то тогда значит интеграл v1 это просто площадь под графиком да v1 это просто s с большого площадь под графиком возмущения то есть в процессе движения от m меняется время меняется а площадь при этом не меняется да площадь которая под графиком не изменяется в процессе движения не изменяется площадь ну и давайте значит теперь получим решение уравнения рима на холл мы выяснили что в частности площадь под графиком у нас не меняется это нам полезно решение уравнения ну вот кажется уравнение нелинейное в общем в частных производных не так просто ну во-первых уравнение первого порядка есть общий метод который позволяет многие из таких уравнений частных производных первого порядка решать называется метод характеристик вот ну мы не будем заниматься это нас уведет в сторону у нас времени не так много вот давайте мы до решения догадаемся здесь можно поступить вот как рассмотрим вместо вот этого нелинейного уравнения линейного исходного нелинейного уравнения линейное а именно вот такое v плюс c v x где c это констант по сути c это скорость распространения линейной волны очевидно что решением этого уравнения в значит x t будет функция f которая зависит от x – c t непосредственной проверкой легко убедиться надо это делать или как-то ну давайте подставляем v по t значит вводим переменную x x – c t значит v по t это будет значит штрих это производная по x на x по t значит это минус c c f штрих а v по x просто f штрих поскольку x по dx равно 1 ну вот подставляем видим что тут c c на f штрих а здесь минус цена и сокращается вот это решение римминого уравнения ну а теперь значит будем как бы вот от этого решения отпираться значит отправляться и рассмотрим теперь исходное уравнение риммана хопфа вот и предположим выдвинем гипотеку что решение уравнения риммана хопфа можно записать в таком же виде только вместо c подставить v то есть уравнение риммана хопфа вместо c стоит v поэтому давайте попробуем и решение искать в таком виде где вместо c стоит v ну я кстати магистром это уже рассказывал поэтому повторяюсь немножко с другой точки зрения там ну и вообще говоря это гипотеза ее надо проверить это раз но прежде чем проверять обратим внимание что вот это уже решение в неявном виде смотрите функция v выражается через функцию v то есть это решение уравнения риммана хопфа если это решение в неявном виде чем кстати определяется вид функции f в принципе любая произвольная функция как определить чему она в каждом конкретном случае равен значит надо формулировать задачу да задать начальные и граничные условия для линейного уравнения там все как бы определяется однозначно но для линейного немножко сложнее поскольку здесь неявные все ну и так проверяем значит опять выбираем в качестве переменной x теперь x значит x минус vt да тогда у нас v это v f x x n x x мы вычисляем производные v t равно ну давайте по-прежнему значит r' это d f' x и t у нас независимые переменные, поэтому dx по dt равно 0, а v зависит от t, значит, мы получим... Ну давайте, вот видите, тут производное произведение, значит, t по dt, это единица, значит, минус v минус t на v, значит, от t. Ну а отсюда можно v от t, да, производим v от t, это у нас будет минус v l' и единица плюс t l' . Аналогично, v по x произведено, значит, это опять v' на dx по dx, значит, от x у нас зависит, вот первое слагаемое x, это единица, дальше. И v зависит от x, значит, минус t v по x. Ну отсюда находим v по x, чему равно? Значит, это f' на единица плюс tf' . Вот мы нашли в эту t через функцию f и x. Нам еще пригодятся, эти выражения пригодятся. Так, теперь, чтобы проверить, что вот мы действительно имеем дело с решением уравнения, надо это решение подставить, да, уравнение для этого мы производные вычисляем. Ну вот подставляем, да, вот эти производные, видим, что знаменатель общий у нас, да, знаменатель общий. Значит, знаменатель это единица плюс t' В на f' А в числителе что будет? Значит, минус v на f' В по t, да, минус v на f' плюс v, да, v на v по x. А это будет v на f' Понятно, да? То есть вот такой непосредственной подстановкой, да, вот. Все подставили, вот, t подставили сюда, v на x подставили вот сюда, да, общий знаменатель, вот получили, получили сюда. Действительно, вот это решение уравнения Риммана-Комфа мы можем записать вот в таком виде. То есть это опять некая бегущая волна, да, то есть аргумент такой бегущей волны, но особенность этой волны в том, что ее скорость, да, зависит от самого волнового поля, от v, да. То есть на различных участках профиля волны скорость будет различной. Ну и давайте посмотрим, к чему это приведет. Рисуем картинку, так вот, картинка сейчас длинная. Сериал, несколько серий. Значит, v. Верия первая, да, нулевой момент времени. Ну там, t равная минута, да, задаем профиль волны. Ну пусть это будет чё-нибудь, вот, я не знаю. Вот давайте, вот чё-нибудь такое. Либо, возможно, как-нибудь вот так. Ну, как бы в первой серии там какая-то там завязка должна быть, да, вот. Сюжет в чём у нас состоит? Сюжет состоит в том, что, значит, скорость каждой точки профиля волны, да, зависит от высоты. v это высота, да, над прочим. То есть если вот v здесь у нас высота такая, то скорость будет одна. И чем больше высота, тем больше скорость. Ну, условно, это можно нарисовать так. Вот так, вот на самой макушке там v самая большая, чуть пониже там скорость поменьше, вот там еще ниже, еще меньше, то есть вот так. То есть разная, каждая точка, значит, вот эта скорость, да, каждая точка фронта волны движется с разной скоростью. Ну, вот сюжет второй там, да, вот серия вторая, значит, раз скорости разные, то в какой-то там момент времени t1 более высокие участки фронта волны начинают обгонять более низкие, да, поскольку движутся с разными скоростями. И у нас волна деформируется, значит, вот каким-то вот таким образом, да, вот у нас уже там, значит, верхние участки нагнали в нижние участки. Дальше. Следующая серия. Следующая серия называется градиентная катастрофа. она осуществляется в тот момент, когда, да, но при этом, смотрите, площади, площади под брошлем волны одинаковые, да, во все моменты зрения. Значит, градиентная катастрофа наступает в тот момент, когда у нас образуется на фронте волны, значит, там некоторый, ну, там, участок, ну, вот, я не знаю, какой он реально, конечно, будет, вот, вот, какой-то участок, когда несколько точек там, или множество точек этого фронта выстраиваются в линию перпендикулярную x, да, перпендикулярную x, да, перпендикулярную x. То есть более высокие точки, часть более высоких нагоняет часть более низких, и они вот в этот момент начинают двигаться с одинаковыми скоростями. Ну, в принципе, то есть, вот, давайте, это ТС, момент ТС. И дальше происходит опрокидывание фронта волны, да, то есть по-прежнему более высокие точки движутся быстрее, в результате волна опрокидывается. Профиль волны при этом становится неоднозначной функцией, да, от x. Видите, одному и тому же значению x соответствует там и значение v. Однозначная функция. Ну, что он может сказать? Ну, во-первых, действительно, такое опрокидывание возможно. В частности, волны цунами, да, те, от которых там страдает икония довольно часто, ну и другие страдают. Вот. Они действительно при навигании на берег опрокидываются и там смывают на высоте, там, ну, по-моему, метров и десяти запросто. Но опрокидывания может и не быть. Вот. Дело в том, что во многих физических системах есть запрет вот на такие неоднозначные функции. Ну, например, если мы берем там электрическое поле в какой-то точке пространства, то это всегда однозначная функция, да, в этой точке. Вы там три значения получить не можете. Вот. То есть, как быть в этих случаях? Ну, вот в этих случаях, значит, помимо эффекта нелинейности, которые мы рассмотрели, а это вот результат того, что мы рассмотрели, это чисто за счет нелинейности, да, вот это решение получилось. Так вот, помимо эффекта нелинейности, могут возникать и другие эффекты. Ну, в частности, там, мы с вами видели, что вот вязкость, например, значит, пропорциональна второй производная от В, да, по иксу. Да. Да. И вот мы пренебрегли в уравнении Риммана-Коку и вязкости, ну, считая ее маленькой, и в том числе и производной маленькой, считая ее маленькой, но если эти производные становятся большими, то тогда мы вязкость должны учитывать. Вот. А чему равны производные в момент градиентной катастрофы? Давайте мы их посчитаем. Ну, вот производная по икс, да, первая производная по икс. Смысл этой производной, это что такое? Это тангенс угла наклона касательного, да, ну, вот там, в точке икс какой-то, да, но если этот тангенс равен пи пополам, да, то есть если касательное перпендикулярно, тангенс альфа, значит, это тангенс пи пополам, то он равен бесконечности. Значит, и производная в по икс в момент дц, ну, вот в точке икс, допустим, да, в точке икс, равна бесконечности. То есть в момент градиентной катастрофы производная равна бесконечности, поскольку тангенс угла наклона касательный равен бесконечности. Вот. Ну, кстати, мы можем отсюда найти момент градиентной катастрофы, да, В от икс равно бесконечности, когда у нас знаменатель обращается в ноль, да, то есть это единица плюс ТЦ, ну, на лев штрих давай СЦ на точку, значит, ТЦ у нас равно минус, да, единица на ТЦ плюс СЦ. Ну, это накладывает, кстати, ограничения на функцию f, а именно производная её в точке икс должна быть отрицательной, да, R штриховый, икс икс должна быть минус 0. Отрицательный, ну, собственно, так оно вот выглядит для таких функций и есть, да, если мы профиль рассматриваем, то касательный у нас так вот, да, то есть 50%. Хорошо. То же самое мы можем сказать и про производную по Т, да, поскольку у нас вот этот знаменатель обращается в ноль в момент градиентной катастрофы, а этот знаменатель стоит и в производной по Т, то у нас и В по Т равна бесконечности, да, В по Т в момент С, С, то есть С тоже равна бесконечности, то есть и производная, первая производная по времени бесконечности расчета. И точно так же мы можем посчитать и любую другую производную. Дело в том, что, смотрите, когда мы берём производные, ну, там, вторую, третью и так далее, то у нас всё равно возникает тот же самый знаменатель в какой-то степени. Условно это можно вот так записать. Скажем, В по Т там, В пропорционально, ну, там, единица поделить на единица плюс t f' ну, в какой-то там степени, там, даже нам не важно эти степени, как-то n и n соотносить. Главное, что понятно, что дифференцируя эту культуру, мы всегда получаем вот такие выражения. И точно так же В по х, значит, d n, производная по х в единица, единица, там, плюс t на штрих. При желании вы можете сами посчитать производные и найти чему n, в каждом конкретном случае. Но тогда, в момент градиентной катастрофы, этот знаменатель вращается в ноль, да, и, следовательно, и все производные вот эти вот, значит, в точке tc, в момент tc в точке xc, да, tr12 бесконечностей. т с тр12 бесконечностей. Т plan sc, 13 бесконечностей. а при приближении к ней они должны возрастать. Прежде чем на бесконечность обратиться, они должны возрастать. А это означает, что мы не имеем, в принципе, пренебрегать эффектами, связанными с дисципацией, со второй производной клавой, ну и с дисперсией, в принципе, и может быть еще пространственная дисперсия, которая тоже производная. То есть эти производные начинают, высшие производные начинают играть существенную роль, что приводит к образованию не вот такого опрокинвания, значит, волны, а к образованию ударной волны, о которой мы с вами говорили. Как образуется ударная волна? Как вот ее профиль? То есть ударная волна – это вот должен быть разрыв на фронте волны. А вот если вернуться к этому рисунку, вместо опрокинвания возникает некий разрыв на фронте волны. Как определить, в каком месте этот разрыв надо рисовать? Ну вот здесь работает так называемый принцип равных площадей. То есть разрыв, значит, возникает вот в том месте, вдоль того отрезка, который делит вот эту вот опрокидывающуюся волну, на две части, вот заштрихованные, возникают две заштрихованные части по делению этим отрезком. Площадь первого сигма отрезка, площадь второго сигма-1 и сигма-2, так вот фронт возникает, когда сигма-1 равно сигма-2. Фронт проходит вот по тому месту, ответ происходит по тому месту, твердикулярно оси Х, чтобы площади сигма-1 и сигма-2 были ина. В результате возникает вот такая ударная волна, это уже, значит, следующая серия может быть там, ну если хотите, если не хотите. В общем, все заканчивается хорошо, как им положено, молдом. Значит, в результате движется вот такая вот ударная волна. Скорость чему равна эта ударная волна? Скорость установившейся ударной волны мы вычисляли, да, эта скорость, вот она определяется формулой Гонглоретки. Ну, да, то есть это, ну, да, то есть там, если с одной стороны было там V2, с другой там V1, то это третья. Ну, если V1 равно нулю, а V2 равно амплитуде, да, то это просто амплитуда пополам. Ну вот, значит, вот так. Так, у нас еще несколько минут есть. Итак, что мы показали? Мы показали, что вот эта нелинейность, эффекты нелинейности, приводят к укручению фронта волны. Вот он был пологий, потом становится все более крутым-крутым, потом градиентная катастрофа, потом либо опрокидывание, либо образование ударной волны. И это первый факт, значит, нелинейность связана с укручением фронта волны. А второй факт, что при движении градиентной катастрофе, то есть по мере укручения фронта волны, возрастает роль старших производных. И вот с этими старшими производными связаны эффекты диссипации энергии, что мы рассмотрели в предыдущем случае, и дисперсии. Вот давайте теперь посмотрим, что происходит, если у нас среда диспердирующая, а именно среда, в которой имеется пространственная дисперсия. И параграф следующий, значит, ну давайте уравнение кортевега-дефризер. Обследование пространственной дисперсии рассматриваем. И здесь мы рассматриваем уравнение кортевега-дефризер. Кортевег, кстати, на одной из голландских купюр этот ученый изображен, и в дефризер. А вот если как? Который был в школе мучителя. Вот. Очень легко, как-то ребят. Так. Значит. Так. Итак, рассмотрим среду с пространственной дисперсией. Что такое пространственная дисперсия? Неоднородность, свойства в различных направлениях. Скорее, анинотерапия. Неоднородность, свойства в различных точках пространства. Ну, да. А вообще, вот, да, неоднородность, но неоднородность... Задержка. Задержка это временная. Это вот, смотрите, когда вы имеете поле какое-то, да, и отклик на это поле. То есть, здесь воздействие и отклик на это воздействие. Так вот, пространственная дисперсия возникает, когда отклик на воздействие, да? Не локальный. Да, не локальный. То есть, он в данной точке, отклик на воздействие данной точки зависит от окружающих точек. Вот это пространственная дисперсия. Точно так же, если временная дисперсия, то отклик на воздействие в момент времени t зависит от воздействия в предыдущий момент. Так вот, нас будет интересовать пространственная дисперсия. Значит, ну, для чистоты эксперимента мы всякой диссипации, связанной там с вязкостью пренебрежем. То есть, будем рассматривать консервативную систему, да? Консервативную систему, не диссипативную, а консервативную. Вот. Значит, и рассмотрим распространение волн вот такой консервативной среде с пространственной дисперсией. Ну, раз система консервативная, значит, имеется какой-то закон сохранения. Пусть у нас имеется по-прежнему какое-нибудь волновое поле там, Пси. Ну, давайте сразу одноверный случай рассмотрим. Икс, к. Понятно, вместо икса можно там и отбрать. Вот. Значит, волновое поле в среде с пространственной дисперсией. Раз система консервативна, то имеется некий закон сохранения, который мы будем выражать в виде уравнения непрерывности. Знакомое вам уравнение? Ну, вот, в частности, закон сохранения массива. уравнение. Закон сохранения заряда. Ну, и вот мы считаем, что там уравнение Пси удовлетворяет вот такому уравнению ДТ. Вот, Пси плюс ДХ от Ё некоторого равно нулю. Где Пси это наше волновое поле, ну, например, плотность там, да, вот. А Ё это поток, да, некоторый поток, который этим полем вызывается, да, связан с этим. Ну, в частности, вот, классическое уравнение непрерывности, если Пси у нас это РО, тогда у нас уравнение такое, закон сохранения массы. ДТ РО ну, там, дивергенция, в основном случае это ДХ РО на В, равно нулю. Так вот, Ёд в этом случае у нас Ёд равно просто рона В. Ну, а это вот некое обобщение, что ли. Ну, и действительно, почему такая среда может консервативной называться? Ну, потому что всегда есть закон сохранения интеграл движения некоторый, закон сохранения, а именно, если мы считаем, что у нас Ёд поток на плюс минус бесконечности, да, ну, при Х, примяющемся, минус бесконечности, равен нулю, и просто проинтегрируем это выражение, вот это уравнение, да, проинтегрируем в бесконечных пределах, то мы получим, что d по dt как и раньше выносим до знак интеграла по Х, да, в Си dx, да, как раньше делали, поинтегрировали и в индийских d по dt плюс значит интеграл бесконечный в пределах, значит d по dx отбьет и x равно нулю, вот так. Ну, опять, второй интеграл это просто й в бесконечных пределах, да, которое равно нулю, вот он, второй интеграл равен в бесконечных пределах, предводное и в интегралах. И мы тогда получаем, что у нас d по dt вот от этого равного рубля, i равная вот такому интегралу в Си где есть в уроке встанчиво, то есть имеем закон сохранения значит ну вот если в Си плотность, то это как раз масса, закон сохранения масса. Ну ладно, то есть итак, вот консервативность системы мы будем описывать вот таким уравнением, а как описать пространственную дисперсию мы уже в следующий раз в следующий раз си си си